Всем привет! Вы просили строительных влогов. Я с того года подостаю и покажу, как клался тёплый пол и тому подобное. Но в данный момент сейчас у меня покраска стен и установка розеток. Я сейчас считаю, сколько мне надо денег, сколько попросили рабочий, сколько уже отдала, ну и так далее. Вот, и сейчас была в доме. Покажу вам, что уже установлено, что нет. И вообще я уже жутко устала. Но строительные влоги верну. Так что оставайтесь со мной. И, кстати, покажу вам визуализации ванны. Это для меня было прям... Почему? Я знаю, что у меня в доме и как будет. Но так получилось. Я и знала, какая ванна будет. Но от того, что в ванне я положила плитку, точно такую же, как и во всём доме, у меня что-то сбилось в системе, и я просто потерялась. И я не знала, как, как теперь всё будет в ванне. Потому что плитка совсем не такая, какая предполагалась. И я обратилась к ребятам за помощью. Кстати, ребята молодцы. Там дизайнер Юля, которая сразу же моментально уловила, что я хочу. В общем, смотрите. Здесь будет ванна, здесь шкаф, здесь инсталляция, здесь умывальник. Вот к умывальнику, получается, выключатели и розетки. Чтобы было фен, там, бритва и так далее. То есть ещё было удобно. Здесь зеркало хочу очень большое. И здесь вот сушка будет. Ну, вы по проекту всё видели. Вот. Мне очень понравилось, как сделала Юля. Дизайнер очень хорошо, она поняла меня с полуслова. Вставляю вам. И вы можете посмотреть. Я хотела такой, как бы, минимализм, без лишних каких-то там деталей, да. Но совместить три цвета, да. То есть у меня тут вот даже не цвет, а три фактуры. Хоть это всё и плитка, но это под дерево. Потом дерево под цвет дерева, как бы, да, элемент тепла. И бетон. Мне очень нравится. Как бы, тёмное, светлое и деревянное. В общем, я такое хотела и такое получила. Так, проверочка. Смотрим. Оп. Есть. Здесь. Оп. Есть. Работает. Многие говорили, зачем, ну, как бы, вставлять сейчас розетки, если стены ещё не крашены. Ну, мои рабочие сказали, что вот так вот вставляется, красятся, а потом уже, ну, вставляются рамочки. Вот. Ну, не знаю. Решили так. Говорят, что так правильно. Вам говорите Леонардо, да? Ну, так подождите. Не, ещё надо. Как-то вы странно стоите, как будто вас поломало. Так попытайся сделать, как Леонардо Ильича. Ага, волны, да? Волны, волны. А, не, как он там лежит? Он тянется, я выше, мне надо тянуться вниз, а ты этот. Ага, 18 секунд съёмки, 20. Я вся облещу, потому что у меня была процедура жёлтый пилинг, не обращать внимания. Сегодня будет покраска стен. Вот, я сейчас в своей комнате. И у меня плачут окна. Но мне многие говорили, типа, Аня, будут плакать у окна? Спрашивали. Я говорила, нет. И вот этот конденсат, он не с этой стороны, то есть не в доме, а снаружи. То есть температура, перепад такой большой, что они заплакали с обратной стороны, представляете? Вот, ну посмотрим. То есть за всю зиму ни разу окна не плакали. Ну, именно в доме. Вот первый раз вижу, чтобы снаружи. Физика. Так, ну, перед тем, как красить, надо грунтовать. И вот эту вот стену я уже показывала. Строители забыли. Они, то есть как забыли, они думали, как и здесь. Здесь тоже со стенами ничего не делали, вот с этой стеной. Потому что будет шкаф стоять большой. И тут думали, что будет шкаф. А тут гардеробная комната. И она открытая, то есть надо было эту стену тоже приводить в порядок. Не привели. Поэтому, чтобы не ввязываться опять во все вот это, ну, то есть вравнивание стен, то я просто решила купить обои под покраску белого цвета. И сейчас их поклеить и покрасить. Получается, что там все равно будет шкаф. Видно не будет, но главное, чтобы подешли не пачкал. Вот. Ну, это вот эти вот недочеты, о которых я писала в Инстаграме. Подпишитесь в Инстаграм, если интересно. Потому что я решила, что там я тоже буду выкладывать некоторые сторисы, некоторые видео и посты на тему дома. Так, а мне нужна еще кровать. Может быть, кто-то знает, где можно на заказ сделать кровать, но за божеские деньги. Потому что обычно, вот я сейчас узнаю, кровати 25-20. Ну, 15-20 это еще ок, а вот 25-30 это дорого. В трех километрах уже закринтовали. Еще коридор полдома грунтуется, то есть полдома будет краситься. Полдома, как обед, ремонт, там только плитка лежит. И мне надо что-то делать с этими портилами. Нужна какая-то клиниговая компания, я попробую сама, самостоятельно. У меня в Инстаграме был пост, и мне писали девочки и в Ютубе, кстати, тоже разные советы, как убрать этот отход дождя, эту фигню. Как она производится. И не знаю, многие пишут, что только клиниговая компания может справиться, и то не факт. Поэтому тут, конечно, переживаю очень. Вот эта комната самая больше пострадала, когда еще не было крыши, текло. И это не с этой стороны, это с той стороны. То есть здесь ок, а вот с той стороны. Не снимай! Я Нику отвезла на вокал сегодня, первое занятие. Вот, у нее гитара, электрогитары, необычная электро, вот, у Денки сегодня футбола нету, у Ники, ну я их так распределила. Когда у Денки футбол, у Ники музыка. Поэтому я их вожу вечерами. И пока у Ники музыка, у Дема в пятницу выступление, к 8 марта, а у него белая рубашка, как говорится, закончилась. Почему? Потому что он с ним вырос. Поэтому мы приехали сейчас в торговый центр, и здесь есть, получается, катон. Что? А у тебя есть такие? Нет. Никины. Есть такие, да. Нет. Катон здесь есть. И этот, господи, H&M. Поэтому мы сейчас пойдем искать Денки рубашку. Беленькую, да? Вот в этом магазине с сумками скидки. Хочу зайти. Все, ты доволен? Да. Пошли. Он только что мне мозг просто делал. Я выберу сам, я выберу сам. Вот. Мы купили белую рубашку в Катоне. Девочки, 250 гривен. Лен. Очень прикольно. Дома покажу. Мороженое, Денки. Мороженое. Да. Нет, давайте. Необычно. Обычно? Холодно или нет? Нет, не холодно. Еще не холодно. 25 гривен. Да. А что ты ловишь? Тёма взял не мороженое, а йогурт такой замороженный. Он тут без молока. Стоит без молока. То есть сорбет. А давай на лавку сядем? Нет, нам надо за Ника ехать. Ты в машине сейчас будешь кушать. Давай ложечку возьмем. Смотри, ложечку выбирай. Я зеленую или розовую. Понятно. Трогично. Я обещала показать вам рубашку, которую выбрали. Цена ее 250 гривен. Вот. Она летняя, но под маечку как раз на утренник будет хорошо. И вот летом, весна-лето будем носить. Я специально брала не сильно классическую. То есть стиль casual для того, чтобы можно было надевать и под брюки такие тоже в стиле casual. Я люблю этот стиль у себя и, соответственно, детей точно так же одеваю. И зашла в магазин глянуть на сумки. Но вообще ничего не нашла из сумок. Зато нашла по распродажам сережки. Вот это только новая коллекция. Они стоили 7 евро. Вот. Прикольные. Сейчас я спрашиваю, откуда серьги? На самом деле я покупаю в разных магазинах. Если вот так вот мне нравится, я прикладываю, например, к уху и понимаю уже, какому наряду я надену. Я покупаю в разных магазинах, как я уже сказала, да. И в большей степени это за границей, например, H&M или Zara. Там ассортимент отличается от нашего. Поэтому если я вижу классные серьги, я обязательно беру. И они мне потом долго служат. Вот. Такие взяла эти вообще пресс-продажи. Смотрите, какая цена приятная. И вот. Тоже такие интересные. Мне вот эти вот очень понравились. Ну, просто забежала купить мою рубашку. Все равно себе что-то нашла. И, девчонки, сейчас яду за комп. Буду искать. Мне надо двери. И мне надо плинтуса. Вот. Плинтуса есть разные. И тоже не хочется отдавать деньги мира. Я нашла там по 250 гривен. Очень прикольный, который мне нравится. Но 1 метр 250 гривен. Мне надо 60 метров на полдома. И это дорого. Поэтому буду искать альтернативу. И двери. Мне уже советовали двери в инстаграме, девчонки. Я прислушаюсь к совету. Я позвоню, узнаю. Ну и плюс по мониторю. Так что оставайтесь со мной. Дальше будет. Дальше будет. Четко можно увидеть цвет. И это первый свой. Потом будет второй. И будет четким. И мне нравится. Ну, хороший цвет. Мне нравится. Я в поисках розетки напольной. Я решила сделать уже изначально, когда прокладывали электрику. Я хотела напольную розетку. Для чего? Я вам потом покажу. Есть место. В общем, не люблю, где провода. Вот знаете, как обычно у многих. И у меня в том числе в маленьком доме. То есть вот эти вот удлинители. А, я этого терпеть не могу. Поэтому изначально я знала, где у меня будет светильник. Я так делаю ремонт. Вы знаете, мода уже пройдет. И стиль поменяется, пока я сделаю этот ремонт. Но в любом случае я хочу такой, знаете, как светильник. Такой типа торшер. Такой вот. Фу. И я под него напольную розетку придумала. И сейчас я еду искать ее. Потому что в эпицентре, оказывается, напольных розеток нет. Поэтому еду на рынок строительный. Называется он Юность в Киеве. Вот. И оставайтесь со мной. Будем искать вместе. И я надеюсь, что найду именно, знаете, с крышечкой. Потому что если это напольная розетка, желательно, конечно, чтобы туда влага не попадала. Но когда моешь полы, оно может попасть. Поэтому я хочу с крышкой. Я в заведениях видела такие напольные розетки. Они очень стильные и красивые. Вот хочу такую же найти. Дерите ссылочку. С 16. Добрый день. Так. Ну и такая еще. Серьезная. А она еще и не признает. Ну, давайте. Вот такая еще напольная розетка. Вот у меня такая нижняя розетка. Серьезная розетка. Серьезная розетка. Так, ребята. И вот краска. Сейчас покажу. Какое название. Она очень высокая. Первый слой ее чуть-чуть разводили. Хотя, какого-то не надо, но почему-то наше прочее. Все это считают, что надо разводить. Сейчас я оттенок найду. Есть. Вот оттенок. И ставьте на паузу. Записывайте, если вам нравится цвет и название. И кто-то у меня спрашивал в инстаграме показать, чем красили. Вот. Упс. Так, смотрите. Какая структура. Класс. Боюсь, сильно дотранкивается, потому что только покрашу. Но она прикольная, как обои. Такая густая. Я сегодня узнавала, смотрела о Эйзе. У Лентуса. Вот. У меня хочется такие квадратики. Что такое, чего ты кричишь? Преизвращение. А ну-ка посмотрим, какая она. Мне нравится, очень нравится. Белый слое. Конечно, камера не передаст этого цвета. Он очень такой глубокий, серый, но светлый. И он холодный. Я хотела холодный. Напишите в комментариях, как вам цвет и какой у вас дома. То есть, какой нравится. Мне кажется, этот интерьер, который я выбрала, это очень идеально. Я даже задумалась вообще, чтобы этот цвет покрасить. Круто. Очень круто. И розетку. Я купила розетку. Напольная. Сейчас покажу, куда я ее буду вставлять. Ну, то есть, электро будет вставлять. И вот детская. Девушкина. Класс. Я так родился. Вообще я не ожидала. Девушкина. Очень классная. Так, ну вот, дневной свет. Мне девочка написала на инстаграме, говорит, «Аня, белый цвет не надо». Потому что, говорит, я покрасила в белый цвет. И, говорит, было ощущение, что дом пустой. Говорит, пришлось там добавлять, в общем, губкой, в общем, краской, делаю там узоры. Но суть в том, что я хотела белую. Белые стены, она говорит, нет, совсем пусто и неприкольно. Вот этот вот цвет действительно дает, скажем, уют, что ли. Мне нравится. И глубину. Класс. Так, выходим мы из половины дома, который красится, в другую половину, которую надо будет делать еще. Мне посчитали 50 тысяч, чтобы выровнять стены и там подготовить под обои. Потому что в той комнате, в кабинете, я решила, что не буду заморачиваться, поклею обои. Вот. Видите, цветы некоторые погибают. Ну, когда было холодно, отопления не хватало. Ну, как я сделала на минималочку. И поливали холодной водой, и они чуть-чуть начали погибать. Сейчас пытаемся их реанимировать. И хочу показать вам, что эту пальму жалко очень. Хочу показать вам, где будет розетка. Вот тут вот. Вот эту розетку. Блин, полторушка. Розетка полтора тысяч. Вот сюда вот ее вмонтируют. Я вам ее уже показала. Вот такая вот она с крышечкой. И будет она вот здесь вот. Для чего? Я уже там уговорила, да? Камера села, поэтому снимаю уже на другой день. И уже солнышко садится. Так вот. Зачем здесь напольная розетка? Я вам показывала вот этот торшер. Вот здесь будет висеть телек. Это зона как бы отдыха, да? То есть тут будет такой диван. Буква Г или П. Я пока не решила и не нашла. Телек висеть. И вот этот вот торшер вот так вот. Как-то так. Это я себе так придумала. Посмотрим как. Но в любом случае здесь напольная розетка не помешает. Поэтому такие пока у меня планы. Вот там вот кабинет. Это как бы блогерский такой, можно так сказать. Потому что привозят такие баночки-скляночки. То есть на тест, да? И у меня постоянно забита как бы комната. Я делаю разные розыгрыши, все. Но мне хочется здесь стеллаж поставить. Здесь будет бьюти-стол. Здесь этот такой комодик. Здесь вот я, видите, сделала розеточки для того, чтобы поставить стеклянный стол и ноутбук. Чтобы можно было спокойненько работать напротив окошка. Вот. И тут будет диванчик еще. Ну, как типа зона такая отдыха. Потому что мало ли может быть. Потому что у меня в планах написать книгу в инстаграм. Если вы подписаны, то вы в курсе, что там происходит. Я собралась писать роман. Ну, пока это все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики вверх. И пишите в комментариях, что бы вы хотели, что бы я вам показала. Может быть, там, я не знаю, какой будет интерьер, какой планирую. Потому что ванну-то я вам уже показала. Все. Всем пока-пока. До новых видео.